Присаживайтесь. Юлия Зубова, мама хоккеиста. На приём пришла с вопросом о спортивном льде. Женщине рассказали о четырёх масштабных объектах. Беженский пересвет отремонтируют до конца этого года. Дворец зимних видов спорта появится в Фокинском районе в следующем году. В Журиничах на катке уже запускают холодильное оборудование. Вот-вот начнётся стройка в селе Глинищево Брянского района. Как вы думаете, ходит место теперь? Ходит льда? Это будет очень замечательно. С проектом о почётном звании «Доброволец года» и соответствующей атрибутике пришли брянские волонтёры и их наставники. Правительство России аналогичное решение уже приняло. Осталось подключиться регионам. На Брянщине новую награду будут вручать трём лучшим добровольцам в году. Давайте вашу инициативу, так, комитеты проработают, дума проработает. И будем принимать это звание. Не остались без внимания и просьбы брянских предпринимателей. Навлинских фермеров Валентин Суббот направил в областной центр компетенций. Там семьи помогут с участием в конкурсе грантов «Агро Стартап». Швейная фабрика, выпускающая детский текстиль, получит помощь в получении необходимого сертификата. А это уже просьба из разряда финансовых. Большая семья лишилась жилья во время пожара. Своих средств на новое у неё нет. Спикер Облдумы посоветовал не тянуть с поиском подходящих квадратных метров и пообещал довести информацию об оказании помощи до своих коллег-депутатов. Все приемы примерно одинаковые. Поэтому сегодняшний прием тоже был такой же плодотворный. Всеми вопросами будем заниматься. В принципе, я думаю, что в ближайшее время какие-то вопросы уже будут решены.